Всем привет, ребята! И сегодня видео будет у нас об одном замечательном актере. Евгений Александрович Маргунов – коренной москвич. Он родился 17 апреля 1927 года. Отец рано оставил семью, и его воспитывала одна мама. Жили они небогато, даже бедно. Мама работала санитаркой в роддоме, и многое позволить они себе не могли. После школы Евгений часто бегал на работу к матери и помогал ей, выполняя не слишком хитрые обязанности. Мыл полы в коридорах, выносил мешки с мусором. В военные годы Евгений хотел пойти на фронт, но его, естественно, не взяли из-за возраста. На начало войны ему только исполнилось 14 лет. Поэтому он пошел работать на московский завод, на котором вытачивал болванки для снарядов. Во время работы на заводе в 1943 году Евгений написал письмо самому Сталину о том, что хочет быть в искусстве. Но директор завода его не пускает и препятствует этому стремлению. Через некоторое время на имя директора завода пришел ответ от имени Сталина с указанием отпустить мальчика и направить его учиться в театральное училище при театре Таирова. Естественно, никто не посмел ослушаться прямого указа. Вот так вот, по содействию Иосифа Виссарионовича, Евгений и попал в актерский мир. На первую роль в фильме «Молодая гвардия» Евгения взял режиссер фильма Сергей Герасимов, который был руководителем его курса во ВГИКе. С этим фильмом все прошло не слишком гладко. Сначала Евгения взяли на роль Сергея Тюленина, потом поменяли на роль предателя Стаховича. «Звездный час» для Евгения наступил, когда его на роль бывалого взял в свои фильмы Гайдай. Его посоветовал взять на роль известный в то время режиссер Иван Пырьев, предупредив, что он человек с непростым характером. Вся его сложность характера выразилась потом, когда пришедший успех вскружил ему голову, и на съемках «Кавказской пленницы» он сильно поругался с режиссером. Короткометражный фильм «Пес Барбос и необычайный кросс» мгновенно прославил Троицу. Картина была настолько успешной, что ее номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1961 года. В кинотеатрах был аншлаг. Народ сразу же влюбился в комичных антигероев. Вторая короткометражка «Самогонщики», выпущенная в том же году, укрепила славу Троицы. Актеры и в жизни стружились между собой, что не могло не повлиять положительно на их сыгранность. Затем последовало еще два успешных фильма с Троицей, прежде чем в коллективе возникли конфликты. В конце десятилетия актеры расссорились между собой и с тех пор практически не общались. Евгений Александрович был в браке дважды. Первой его супругой стала балерина Варвара Рябцева, которая была старше супруга на 13 лет. Их семейная жизнь не заладилась. Второй женой артиста стала девушка по имени Наталья. Пара сыграла свадьбу в 1965 году. В браке у них родилось двое сыновей – Антон и Николай. В период с 1980 по 1990 год актер снялся менее чем в десятке фильмов. После перестройки дела так и не наладились. Кризис в стране ударил по киноиндустрии. Для Евгения Александровича в новой реальности места так и не нашлось. В последние годы его жизни у него начались проблемы со здоровьем. Во многом этому способствовал его образ жизни. Он много пил, курил, ел нездоровую пищу, у него были диабет. Евгений перенес два инфаркта и инсульт. В 1998 году большим ударом для его самочувствия стала автокатастрофа, в которой погиб младший сын. Поэтому он совсем перестал следить за собой и в 1999 году скончался от повторного инсульта. Похоронен актер на Кунцевском кладбище в Москве. Хмурый и грубый бывалый навсегда останется в наших сердцах. И на этом у нас сегодня все, ребята. Подписывайтесь на канал.